И меня осенило, что я могу трансформировать. В одном из видео девушка меня просит объяснить мне, объяснить ей, как справляться с негативом, с негативными мыслями, с негативными ощущениями, с негативными состояниями. И я ей сказала, что избавиться от них невозможно, но можно трансформировать. Видите, отвечая на вопрос одного человека, я тоже даю лекарства другому человеку, который говорит, а, так я пойду и тоже трансформирую. Наша задача идти от информации к трансформации, потому что информации сегодня очень много. И наша задача не столь знать, как уметь, потому что ты можешь очень много знать, ты можешь очень много слышать, ты можешь слушать все подряд, но не применять то, что ты слышишь. Ты просто становишься осликом, который тянет на себе книги, библиотеку, ты другим. Вот есть у вас такое, да? Другим помогу, с чужой бедой, как же это называется? То есть с чужим помогу, а себе сапожник без сапог еще ее называется. Потому что очень много вот ко мне сейчас приходят моих коллег, ко мне на сессию, и один из вопросов, что с другим помогаю, с другими решаю, а в своем разобраться не могу. Почему? Потому что информации много, то есть ты становишься вот этим вот почтальоном, как я это говорю, здесь взял, сюда дал, здесь взял, сюда дал. А для себя ты это не применяешь, потому что в основном большинство людей не имеют свои ценности, то есть они не понимают свою ценность. Поэтому говорю, что в основе всего это наша самооценка, это признание своей ценности, понимание своей ценности. Я только что закончила проработку треугольника. У меня тоже есть мой тренер, которым новым занимается, и она мне посоветовала выйти на этот треугольник. Я, моя ценность, мои деньги. Треугольник Артмана, в котором есть преследователь, есть жертва, есть спасатель. Треугольник крутится. Почему? Потому что на основе чего? Вообще, как мы прорабатываем треугольники? Как мы понимаем, какой из треугольников прорабатывать? Как я говорю, есть нервное напряжение, это нервное напряжение во мне возникает. Если оно возникает, значит, это меня триггерит. И значит, там, именно вот в этом внутреннем напряжении как раз и есть некорректная программа. И вот когда мы достаем эту некорректную программу, она для нас является кладезем. Поэтому у нас есть такое слово в нашем сообществе, которое мы очень-очень любим. И оно называется «заметь». Вот заметь сейчас, что это вызвало у тебя там бурю негодования. Заметь сейчас, что вот это сейчас тебя напрягает. Заметь. Потому что мы в основном действуем из автоматического режима. Мы не замечаем. Бежим. И бежим. И только тогда, когда большинство людей начинает замечать, когда их накрывают, например, болезни или сильные болезни, или сильно-сильные болезни, или их кто-то оставляет. Там муж, ради которого она жила. И вот тогда она только начинает заниматься собой. Или она, или он. То есть почему-то только тогда, когда мы попадаем в очень серьезную проблему, только так мы начинаем вообще идти в преображение. Только так идти мы начинаем для раскрытия потенциала или раскрытия своего «я». Или быть на связи сама с собой. И вот почему и нужен тренер? Потому что он подсвечивает, он вам показывает. То есть ты вот говоришь, ты просто разговариваешь. Вот мне позвонила, это моя коллега. Позвонила, просто разговариваю. Просто ни о чем. «Ой, вот это у тебя, а у тебя». И вот из-за того, что мы уже у нас локаторы выстроены, мы уже так, слушай, заметь сейчас. Смотри, с каким тоном ты говоришь об этом. Потому что, когда человека что-то волнует или что-то его смущает, у него уже меняется тон голоса. Он уже говорит даже не так, как привычно. И вот чем и хорошо, что ты имеешь вот такую пару, потому что этот человек тебе так говорит, заметь, обрати внимание. А ты бы хотела в глубину пойти. Так как мы уже все проработанные, то, конечно же, такие замечания, они становятся нам благословением. Потому что для многих такие замечания, ой, что ты придираешься, да нормально у меня язык, что ты придираешься, да со мной все хорошо. Но когда ты осознаешь процесс, то ты говоришь, спасибо, что ты заметил. О, точно, слушай. Хорошо. А ну давай пойдем сюда глубже. Действительно, а что меня так это триггернуло? А что меня так сильно это задело? А что меня так сильно это вызвало у меня такую там бурю или там тоску или состояние там. Вот. Почему она мне сказала про работу треугольника? Я ей просто рассказываю ситуацию. Представляешь, говорю, женщина записалась на сессию и когда остается две минуты до начала, я ей там обычно зачался, я ей прошу просьба оплатить у нас там через 50 минут сессия. Просьба оплатить у нас через 40 минут сессия. Просьба оплатить у нас через 20 минут сессия. И вот женщина мне там за час ей пишет там у нас через час сессия просьба оплатить. Она говорит, хорошо. Окей, остается там полчаса до сессии. У нас остается полчаса до сессии, просьба оплатить. Хорошо, ну то есть если бы человек сразу сказал мне, нет, я не буду, у меня нет денег, или я испугалась, или у меня саботирование, тогда можно было с этим все. И тут остается я там за 20 минут, за 15 минут, за 2 минуты уже пишу ей, за 5 минут, за 2 минуты, и вот там остается буквально 2 минуты до начала сессии, я уже прошу ее это сделать. В некоторых случаях я как бы разрешаю оплату после сессии, но в основном я всегда говорю сначала деньги, потом сессия. Объясняю почему. Потому что люди, как правило, когда они платят деньги, они уже въезжают, это как они въезжают на коне в эту сессию, и они становятся очень-очень внимательно слушающие вещи, принимающие, осознающие. То есть они входят в процесс очень интенсивно. Люди, которые не платят деньги, ну они так посидят, ну то есть они не до конца входят в ценность той работы, которую ты делаешь. Это уже замечено много-много раз. Вот. И вот она за 2 минуты до того, как сессия начинается, она мне пишет. «Глина, у меня нет денег на сессию». И ты такой, «Что? А ты не могла об этом мне сказать час назад? Ты не могла мне об этом сказать 40 минут назад? Ты об этом не могла мне сказать 20 минут? Ты не могла мне сказать 10 минут?» И меня это, конечно, возмутило. И вот я разговариваю со своей коллегой, вот, и говорю, вот такая интересная ситуация. Я говорю, хоть бери. А что это для меня означает? То есть этот час бы я потратила на кого-то другого. У меня уже в очереди стоит человек 10, которые просятся у меня. Но больше трех людей в день, но четыре. Но пять это вообще, потому что я сейчас в путешествии, соответственно, у меня уже график расписан. Потому что вот мы едем туда, потом едем туда, мы едем туда, едем туда. И получается, эта женщина, ну по сути, крадет у меня час моего времени. То есть я могла бы за этот час взять другого человека. Или в этот час, не знаю, пойти даже покупаться в море. Или в этот час, не знаю, с кем-то, ну как-то более полезно время провести. И вот я, значит, своей коллеге рассказываю эту ситуацию. И она говорит, заметь, что для тебя это значит? Я говорю, ну это означает, что человек не ценит мой труд, человек не ценит мое время. Ну то, что он не ценит свое время и не ценит свою нервную систему. Потому что час находится в нервном напряжении. Чтобы потом мне в самом конце сказать, за две минуты, не знаю, она не хотела, может, меня обидеть. Я не знаю, что у нее в голове, но я сейчас не о ней. Я сейчас вот о себе, о своих триггерных моментах, да, и вот о том, как происходят процессы. И вот мой наставник говорит, слушай, иди проработай треугольник. Я, мои ценности, мои деньги. Потому что каждый час моей жизни стоит денег. И, соответственно, получается, что она обесценила не только мою работу, она обесценила, по сути, мои деньги. Она обесценила свои возможности. Она обесценила, ну то есть она как бы взяла и, условно говоря, плюнула как в себя, так и в меня. И вот когда я проработала вот этот треугольник, вы знаете, настолько пришла глубина понимания, что происходит, и глубина благодарности, что эта женщина, поступив так, вытащила вот там огромное количество, условно говоря, в подсознании змей. Поэтому почему очень важно проводить трансформации? Потому что когда ты трансформировал, не просто так, а, ну, сволочь последняя, вот она так со мной поступила, ах, она скотина, все, в следующий раз я буду внимательна, и за час деньги брать, если за час человек не платит, все, отменять и уже назначать встречу с другим человеком. То сейчас ты совершенно по-другому относишься к этой ситуации. Почему, ребят, и необходимы работы с тренажерами? Потому что когда у тебя есть тренажер, тебе даже список накидывают, что идти проработать, и 15 минут проработки происходит просто взрыв.